Внимание! Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. На бусте, поэтому переходите, подписывайтесь, ознакомливайтесь. Ну и не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки и подписываться на канал. Ну и звони склокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новом контенте у бездельника. А мы двигаемся дальше по сюжету. Будем доставать резец из башки этого великана. Как видите, тут была такая прям резня-резня. И у нас тоже здесь была резня, но такая веленькая, слабенькая. И сейчас мы будем зачищать эту локацию. Всякие штуки из нее доставать, вытаскивать. Тут вот тема с кристаллами, с синими, белыми, красными. Давайте сразу это и сделаем. Потом покрутим эту штуку. Ну и так потихонечку, да, все, все это сделаем. Атрей. Готово. На что это влияет у нас? Ага, вижу, катится. Катится, но мы еще пока не знаем, какие именно символы нам нужны. Атрей, значит, читай. Нью-Йорту мы подносим дар море. Тут верили, что Нью-Йорк усмиряет ветра и море для рыбаков. За это его любили и поклонялись ему. Наконец-то мир начал комментировать, что здесь что-то происходит, да, у нас? Так, не успел я открыть. Это в кодексе. Это про-про-про-про-про. Про кого сейчас было? Это про кого-то сейчас было. Про Нью-Йорта. Найдем мы это? А хрен мы найдем, да? Ну и ладно. Кратценько мы уже услышали только сейчас. Смотри, что, а, борода. И у этого трупешника шевелится. Странно, что волосяной покров как бы еще не отвалился. Хотя здесь такие холода, может быть, поэтому луковица волосяные так приморозились к тушке. Так, отрей меняем. Это разрыв? Больной разрыв или не больной? А нет, просто лут. И это пыль миров. Отлично. 18 разрывов в целом. 8 из них уже у нас открыто найдены, забраны. И где-то там даже побеждены враги в них. Так, вижу символ. Это второй получается, да? Не попал. Не попал. Попал. Не оно? Ну оно получается просто символ-то перевернут. Нет? Работает в другую сторону? Не пойму просто, это он? Не он? Ладно. Так, вот такой еще есть. Хорошо, давайте смотрим. Что тут нам надо выбрать? Ну вот это оно, да? Вру не оно. Давайте еще раз. Повторим. Вот это оно, да? А это не загорается, смотри, а почему? А, потому что надо с этой стороны ударить. Think about it, think about it. Получилось? Получилось. И последний, третий символ. Его там тоже, кажется, нужно освободить. Никто из наших помощничков никаких подсказок нам не дает. Ни Мимир, ни Атрей. Ходят, смотрят только, а? Ну, и хрен бы с ними. А куда там? Странно, улетел за текстуру, но получилось. Так, не помню, оно? Не оно? Оно. Подлезем. И пролезем. Так, да, ребят, хочу напомнить, что у нас качество роликов теперь поднялось. Это 4к 60 фпс, поэтому с вас за это огромный жирный лайкосик, да? Да, 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 да. Это обязательно. Иначе оно как бы зачем все нужно? Улучшение, да и сам контент. Знат следопыта. Увеличение урона от всех бросков топора на 6%. У нас уже такое есть. И как мы видим, они суммируются до 18. Угу. Пакеечки. Пнятненько, пнятненько. Так, все отлично, запись. Да все отлично. Все отлично. Из допов все сделано. Все собрано. Ну так, навскидку, да. Давайте двигаться дальше. Новые кошмары. Ледяные бестиарий. Странно. Вроде таких у нас еще не было. область открыта голова тамура атри может не надо нам на середину то вставать озеро этого наполовину замерзшего я так понимаю есть идея только поверхность ты чем-то удивлен без обид брат но даже тор с мельнером наперевес не пробился быть серьезно значит тур слабак будет занятно обращение вот-вот он под нами расколется и вот так один готов 2 почти ага со спины там кто-то готов готов вот этот упал вставать ему не обязательно до 3 красиво-красиво а то я уже подзабы подзабыл что можно несколько целей выбирать так ой 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 ты как тут два теперь товарищи-то ага блядь лезут и лезут а этот четвертого уровня тот второго да блядь ледяные стрелы прям ну как бы максимально спасают поцепочку поцепочку ага отходим кто-то отнулся до отходим отлично готова она берем его в плен ну-ка поднимаемся так надо сломать или нет я просто подумал что да это мы еще и печатали его суда я думаю вес у него хороший для этого всего оседлали еще одного бычка ломай мне и еще готов но лет мы не пробили синдри о приветики гном приветики давай скидывай цепь то бестиарий обновлен драггар щит ба 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 да можно простыми ударами пробивать мы кажется и так уже все это на практике разобрали детально так место такое звук будто где-то здесь ворон ой 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 роговица то прям 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 вот вот она чересчур сильно замерзла так прочная свертельхеймская символ храбрости это чё еще чё последнее было чё не показали здоровье да можно небольшой кристальчик сожрать это носопырка у него да балдежный так аккуратно тут лут и только потом подниматься чё сейчас лавку гному пойдем или он нам что-то показать хочет и лавка есть видимо рассказать есть что да замочили мы их как тебя не заметили тут нет места где спрятаться как всегда это особый трюк моего народа хитрый способ избегать взглядов можешь стать невидимым скорее могу ненадолго выйти в мир между мирами твой разум не может понять что он видит поэтому не видит ничего а вот почему нам самим все это оружие как правило ни к чему интересно раскрыли лорчик давно на драконов это не действует ну мы знаем да право в верхнем углу прямо сейчас ну еда у тебя есть брок спрашивал обо мне от него сивухой не пахло кратус ты как-то не дружелюбин а мол давай прокачивай ну пошли ну некрасиво наш герой как-то поступает синдре давай только аккуратно его будешь делать да а то мы тоже сталкивались уже вот такой удар мне устраивает тихо спокойно все прошло огромное тебе спасибо что без всякой хуйни без вылетов за текстуры найдите путь к молоту ой 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 кираса утраченного единства тюра нифига себе и броня для бедер да тоже можем сделать делаем конечно нам всего хватает золото и ира кстати тут еще нужно поэтому не надо его полностью продавать пояс выкраны из-под ношений тюру и хранящий толику удачи этого бога кираса выкованная из-под ношений тюра с теми же свойствами так но смотрите это вот четвертого уровня например что тут улучшить можем ну давайте наверное почему нет по плечи древних а и на груду путь на грудник путника не можем и не можем не хватает нам даже с тем условием что мы завалили тех путников хорошо воинский поиск путника можно улучшить до хватает и пояс древних и пояс тюра давайте все лучше а потом будем выбирать смотреть как будет конечно просишь на и еще можем улучшить интересно это самая запрет не запретные древние рукоять давайте и опыт на максимум сейчас вернемся к броне еще больше не можем а жаль рукоятка тангиоста до сих пор самое клевое хотя тут добавление оглушающей волны в конце так талисман можем что-то улучшить можем только перчатку веков улучшить вернет пока смысла раз мы эти не нашли камни и еще раз мы киросу можем до улучшить ну же есть ну же есть ну хорошем смысле этого слова а тут нам теперь не хватает да ну и ладно так пояс древних это сейчас все лучше все что можем мы будем смотреть я думаю нам материалов то на все хватит дальнейшем все ну тес это нас не интересует так талисман тоже все рукоять тоже все купи это купить дыхание тамура мы где-то а мы его не проебали это нам нужно видимо в как его как ему с пельхейми испытание проходить дыхание тамура того самого которого позади нас лежит мертвый это да тоже все понятно ресурсы нам не надо продать вот это продать вот это продать это оставить это артефакты оставляем все чары тоже пока оставляем воскрешение есть ресурсы оставляем купить понятно да теперь вот этим то что мы сейчас продали хорошо давайте тогда я прямо сейчас погляжу по характеристикам брони выберу лучшую и продолжим в принципе и и вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все камни я повставлял по уровню Опнулись до пятого мы Что еще сменил Соответственно рукоятку поставил Запретную древнюю Хоть и тенгиоз то лучше но в теории она лучше Нам еще нужно найти Материал для улучшения Рунические атаки Я не трогал и не хочу никуда Пока тратить опыт Ну то есть на прокачку атак Хочу дальше посмотреть что у нас будет А тут по навыкам Мы в принципе все уже завершили Верно Ну как идти дальше Блин у броня просто Охуенная ребят Я прям вот знаю что нужно сделать Сейчас вам спуститься под ролик И нажать огромный жирный лайк И сервис сделать его синим Или черным Сделайте сделайте Я думаю мы такого заслуживаем Давайте поговорим с Синдре Синдре Иди ты нахуя Мы уже с тобой это Сколько раз проходили На нахуй Бороду ему снесли О чем мы теперь Крутим вертим А куда мы крутим вертим О чем мы крутим вертим Мы же попали Ты че Мы же попали Вот сейчас не попали Попали Косичку сняли Дорогу прочистили Очистили Серебро Подзабрали И можем идти дальше Правильно Ну Вроде все так Эх Кто еще нам повстречается Пока никаких новых врагов не было Нет Я еще угадаю А где это дом Он об этом Правильно понимаю Или неправильно Крысюки бегают А вот и ворота в дом Ну-ка удивляйте нас Бля Путник опять Четвертого уровня Смотри Вот это нормальный Путник А нам первый раз По-моему Сразу пятый Встречался На допквест Ну давай Че ты Малыш А ты че Как себя По-моему Доски Ведешь Ой Попал Не попал Не попал Тут еще Эти клоуны Вызывай волков От рей Излучина Геморайз Ой-ой-ой Это было неприятно Погибли Один да Это Сучено Капнулся Ну и хубис Так Ну че ты Боюем мы Для тебя Давай Насаживаем Черепушку Пока тут Клоуны Выделывались Отлично Да Видели Левиафан Фиолетовым Цветом Загорался Это как раз Наверное тот урон От рукоятки Которая идет Местерий обновлен Мощный конечно Путник герой Эти путники Излишне подозрительные Они постоянно Носят на спине Огромный Мать его щит Чтобы никто Не мог ударить их сзади Ну По-моему тоже Мы уже все встречали Все видели Все слышали Мы переходим Там на полный Плейлист И все это смотрим Че нам По-тридцать-то Это показывать И обсуждать Че крутим Че вертим Не понял Че мы Лешетка крутится Или че А не Ага Я понял Мы должны Поэтому подняться Это мы Накручиваем Или скручиваем Я понять не могу Че надо Тим Мы должны Туда запрыгнуть Он вниз Опускается Или что Блядь Да что ж Такой Это Еще раз Сюда Ага Не А может Мы не тут Вообще Должны Это делать А уже Вот Пройдя Дальше Ну Обойдя Ты бывал тут Раньше Да Как-то бывал тут В качестве посла Пытался заключить мир Между Асгардом И Ванахем Та война Унесла Столько жизней Но я не знал Что Тор уже Начал охоту На великанов Но как Война богов Касалась великанов Никак Парень В том-то И трагедия А мы туда Можно Они не принимали Участие В этом безумии Но хуже Труса Одина Только Кровожадный Тор Вить сможем Сможем Я вот сюда Хочу Да Я все Вижу Я все Слышу Кстати Повод Слышу Ворон Нет Не Хорошо Тут Обязательный Путь А этот Сундук Необязательный Хорошо Понято Принято А я все Кручу Меч Я думаю Либо вниз Скручивается Либо вверх Ну как шуруп Ан Нифига Не-не-не Кратос Кратос Ну вот тут Вот тут Где ты Все Но нам Повернуть его Надо И мы не можем Это сделать Сейчас Ага А как нам тогда Это Сотворится Блядь Загадка Которая Сломала Он не может Вот тут Надо Да И отсюда Правильно Там-то Он Спрыгнуть Может 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 Ну давайте Смотреть Что у нас С вами Тут Вот Благословение Зимы Сильная Руническая Атака Наделение Лефан Способность Открывать Взрывами Холда Также Незначительно Усиливает Обычные Рунические Атаки Ааа Блин Прикольно 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 Что можно Просто Топор Бафлить Но Мне До сих Пор Нравится То Что Мы Имеем Это Обязательно Стоит Рассмотреть Как Альтернатива Ничего Так Тут Вниз Да А тут Можно А тут Вниз Нельзя Правильно Нет Можно Смотри Вот Можно Тут Можно Обойти По кругу Там Это Секретик Перепрыгнуть Не может Да Может В Жопу Наверное Задувает Акратус Что скажешь Пацан Ты хоть Шарф Заменяет На шее А вот Соральник Не прикрыт Вообще И Это Что такое Какая Кожная Плетка На Рукояти Молота Всякие Штуки Вытворять С ним Увидел Сундук Там Нам Как-то Повернуть Надо Сначала Или Что Погодите Я Я Видел Там Еще На Топоре Синие Кристаллы Но Они Видимо Выше Мы Будем Дальше С ними Разбираться А Я понял Надо Просто Раскачать Получилось Тайминг Что Хорошо Я Просто Хотел Зарядить И Толкнуть Чтобы Не В Полете Это Все Делать Но Не Дают Вау Вот Синий Кристалл Вот Вот Он Вот Он Самый Вот Как Значит Кратос Решил Лед Пробить Тор Своим Маленьким Молоточком Тук Тук И Не Справился Мы Великан Ски Нахуй Мол Там Как Пизды К Все Бля И Все Сделаем Сейчас Главное Чтобы Опять Без Всяких Графических Приколов Ну Ка Боюсь Где-то Какое-то Отступление Пропустить На самом Деле Думай Ну Кончик Резца Скрыть Толстым Слоем Льда Который Не Растопить Верно Да Я думаю Их Не хватило Б Для Этого Нужно Что-то Непомерно Огромно Хорошо А вы Ребят Поняли Я вот Уже Давно Все Понял Это Че А Я Понял Я Понял Думал Камень Какой-то Нам Пригодится Никак Мы Срежем Его Съедем На нем Вниз И Там Уже Будем Разбираться То есть Идея Положиться На удачу Если У тебя Есть Другая Твоя Слуха Нифуя План Капкан Пократце Не ищет Легких Путей Ебай Ну Снаряги Я Просто На радость Не могу А Она Прям Тогда Под Левиафан Подходит Прям Как Под Нас Шили И Сковывали Ковали Отпустите Ремешок Все Что Ли Ничего Тут Больше Не пропустим У Там Даже Пяток Не видно Распластался Так Ну Давайте Навались Справился Справился Старичок Мимир Приготовился а нет я думал уже сейчас полетим мы скатываться но нужно еще еще стой высоты подтолкнуть найдите путь оголовье молота до оголовье нужно подтолкнуть еще хорошо а тут часа рома и везде вкусняшки это пояс мастера рунному уже начали от продавать потом его выкупим я не знаю насколько это целесообразно если нам и так денег хватает чаши с песком это какая-то отсылка к принцу персии на самом деле на то похоже хотя у нас уже были чаши с песком почему-то именно в этот момент мне показалось что что там скажу как-то это похоже сейчас это точно отсылка к принцу персии эти знаки времена года да но их порядок нарушен должно быть зима весна лето осень зачем начинать с зимы мама пела такую песню о я ее знаю зима тихо голова ясно это лист это лист да стоп а ну это мороз да это солнце там лист нужен она вот получилось нет а тут что такое тут какой-то человеческий силуэт да они везде такие здесь с мечом ладно может быть я вот тут перепутал что надо было хотя нет но это и бред я не могу перепутать какая осень с розой то позиции роза нету роза только там нет давайте начнем с лета здесь лето начинается здесь есть осень а осень весна да давайте зимой закончим весна лето осень зима он смотри осень нету да хорошо значит давайте пробовать осень потом пробовать зиму ебать он опять не дает чё блять там валяется тут есть чё я не понимаю может быть надо справа налево зима осень лето зима точнее зима весна лето осень до пробок блять когда воин забоя то слово на самом деле она блять детсадовская загадка ну просто я привык слева направо как бы да я думаю мы все здесь так привыкли ну ладно пишу еще раз едем едем пиши еще белым мелом на асфальте голова как это может быть опасная штука ванны высшие боги раньше могли останавливать время сангер очень любил такие фокус а вот про нью-йорк оказалось что если остановить время то солнце и луна тоже застынут а вот волки которые за ними гонятся и мечтают их сожрать не застынут и боги решили играть сам йог поймать царе прилив здоровье там чё а чё чё не то мы же совсем справляемся я имею ввиду отрежем от продолжать нет спокойно причем пока все легко я россия даже как бы не планирую использовать до последних секунд не зря же мы с вами вся доп квесты проходили а еще пока пол не обрушился и его надо собирать лут а то исчезнет на хрен завина кстати исчезла по который будет готов там что-то надо будет взрывать здесь она еще пошел туда мы уже в муспельхейм даже можно спокойно двигаться пиздец ой там сзади нас почему от рай не стреляет бля он упал походу но имею ввиду не скинули его а то что его задели ой вот вот как сейчас а нам это время не придержаться надо за это время их завалить толстычок пошел туда давай 3 придушу его готова но не сложно не сложно видимо просьбы гломов нужно было позже выполнять ну а так бы мы и в такой броне сейчас не были кошмары а это чё те кошмары которые они которые просто скрепление дают я думает те кошмары которые вселяются его лапы у врагов и а и и по и и и и и и и и и а верю послышка до . треклятая юбаный рот ну и поняли сгибалась сейчас она уже сдохла блять да 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 от трейда в этом все не хочу ярость на все ты блять не дали собрать а я разбилась серебро проебалась я же выстрел блять а трейд тут надо нам срочно блять стрелять я вижу блять и попасть не можешь попал мы же попали стоп ну правильно не-не-не не прыгай подождите посмотрите там еще полут она все вниз кажется упала можно будет дособирать но ничего так эпичненько эпичненько толкнуть и молот да все мы на вершине область открыта молот странно что она открыта мы навряд ли сюда сможем еще вернуться молот и сейчас полетит в тартарары ну не в тартарары в скандинавской мифологии это не было вот в оригинальной трилогии бога войны там мы в тартарарах ты бы побывали готов заберите толка изо всех воевали там с аидом кажется надо будет карту захвата прикупить приставочки там которые остались докупить и как бы проходить пока еще ремастер да и ремейки на главную трилогию кратосы не планируется ну-ка от винта как говорится только не бойся улетел минин ты как там вообще пару слов пару слов об этой ситуации ну-ка бля сейчас накроет нам давай давай я нажимаю я нажимаю уже а все нормально да ладно ты рогат хорошо идем дальше почему в таких сценах игра себя великолепно чувствует какого лешего когда брок стучит по левиафану пиздятина происходит потом с мировым змеем там вся серия такая почему вообще я не понимаю настолько все стабильно гладко-сладко и вкусно тут тоже до хрена частиц отдать должное разрушать твое призвание помню это голова помню каждый миг угрожающий градус ему ответил но за больной на самом деле торкнул рогатый мне только это умеем не надо кратуса обижать как вниз спрыгнуть это я не вдуплил тут что а ну вот честно им лед сошел дай можем здесь четко же спрыг есть нет либо вниз давайте еще раз попробуем вот либо вниз и тут он куда-то может прыгнуть не хочет либо вот на эти камушки ну ладно я увидел там по моему чуть ниже сейчас будет вот тут спуск вон там моде это кто и магнит что блядь богоеды какие-то осуждаю максимально ничего как бы дуракайся строить я представляю кто это у нас не так много здесь вообще принципе персонажи мужских достаточно но это скорее всего те двое которые были с балдором при общении с мемиром мы его естественное было оболочки в образе древа племянники один они их не увидел может быть у нас был куда-то смотреть они вот тут нам были они уже не дети и мне заправдание они его не найдут резец стоп а как они его не найдут а как только драконы не могут точнее только на драконов это не работает его способность невидимость на богов чё работает нихуя себе гному повезло блин ну это как неправильно дворфы эти проклятые область открыта обеденный зал горд завидовал странно я помню что тут был огромный канделябра оживлял обстановку да вот он есть ними тебе на с той стороны видно вот так смотри тебе всегда нужно что сломать хочу больше нельзя конечно а ты чё думал мы сюда пришли смотреть как будто бы трон ярла был как раз за этой ледяной стеной трон нам блять не накрыли этот трон блять обеденный стол нам не накрыли чё нам на него смотреть воспоминания предаваться так и подняться туда как не не так а мне кажется или вот тут а я вижу а мне не кажется он сейчас оттуда выглядит до тролль то ну кажется все я просто не понимаю куда еще можно кинуть бля правда куда можно походу надо даже не то что можно нужно да выйти нельзя освободить нам его надо ну да король камнебород у я давай к нам да подходи ладно не стесняйся или мы тебя так ковырять а против него работает лед серьезно так просто призывайте смотри труд завершён это с волками был связан а я кто там вылез погоди я чуть не плантом кто-то еще есть а волчара он попался в речи ладно давайте уж а камень смел можно кинуть ебай промахнулся давай да ну и тяжело попасть тяжело попасть потому что враги-то двигаются блядами это нравится странно что это не работало предыдущей серии на этого как его на древнего блять это прямо вообще москвы опа стадо кабанов 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 ты сам кабанов вызов стадо буду стримили отчета вызов как бы извиняюсь если кабанова ездить вызов стадо призрачных кабанов которые затаптывают всех врагов на своем пути а вот это кстати мне нравится буря олени мне не очень нравится гнев волка мне нравится пикирующие соколы такое а вот гнев волка в принципе точнее стадо кабанов работает примерно как и гнев волк давайте даже вызову лучшим вызовем а то еще картинка не посмотрел как работает на нахуй сносит а хочу у них урона много у этих больше оглушение идет не могу почему сменить почему на во время становления окей а вижу там кто-то торчит можно как-то туда нам или нам надо все разрушить по ходу ёпт ладно хоть мы всех сразу не освободили а мы вернулись а мы такие же кидаем она пофигаемся ой попал за речи а мы тоже можем попасть поэтому ты блять слишком-то в себя не верь где кто здесь я никого не вижу давай глуши его блять хорош селиться не нужен вообще ты здесь даже не нужен мог бы подсадить по-братски туда к сундуку чё еще один бой а там много драугров я так могу понять да призыв призыв не закончился еще до конца не восстановился свирепой ого эти угли мельче обычных зато умеют прыгать намного дальше еще не воняют воняют блять интерес они оттого такие злые блять рэй давай восстанавливай волков я хочу посмотреть на кабанчиков а отлично восстановили меняем меняем призыв как меняется призыв убирается лук выбирается это и выбираются кабанчики круто ну мы тем более подвиг выполнили это понимаем на на призыв по волкам нормально не встанет и не только установки сбили так один готов до блять не хотят на территорию выходить где 2-то он почти помер уже а можем как-то сделать ему приятно не можем вот и не рыпать я и так справляюсь грязь грязь и ты готов блять сколько ништяков дают жесть других местах столько не падает лута свирепый образ снять и оборотни выносливые обычных и кажется умнее очень опасные твари хорошо что моя тетива зачарована а то мы могли бы не справиться согласен на 3 согласен и все и потихоньку будем сейчас подниматься до через эти ячейками дамы получается разрушили ячейками и сейчас по ним двигаться будем а нет а нет все верно тебе сидит с отречет и кто вообще такой а ну яру получается да если это его обеденный зал это яру бежен и кстати что-то впереди но это брак по ходу видишь он жив нам лучше исчезнуть пока не явились а это синдры бля я думал здесь брак так хорошо давайте вот это заберем то заберем бля не прямо здесь любим любим мы уши погреть да так ну нужно готовиться по ходу к битве легко не будет никому что ты знаешь об этих людях так новое место просто вон вон лежит пятки вон все в снегу запрошенные леса три сколько уже изучили почти весь мидгард а уже у наших ног вот здесь только до осталось какая-то часть смотри вот ну да вот этот кусочек здесь обрезанный обрезанный а всего лишь полу и хотят стороны матери разные инцент дел семейный оружие как они сражаются магний силен очень силен у него огромный меч закаленный громом на моде я лучше крысу поцелую чем пожму руку этому гаду его палец ищет дешевая подделка моей работы по моему от них лучше держаться подальше но кому я все это говорю конечно кратут круши ломай уничтожай улучшить броня для будет это нам не надо это мы все подаем так и чего не до сих пор ничего не можем сделать а вот мы улучшить могли да да сейчас лучше все равно при своем останемся ничего же не нашли мы такого крутого юный конечно какой он еще вроде не успел повзрослеть за это время да нет мы спешим уже спешим заканчивать эту крутейшую серию прохождения бога войны да 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 ребят большое спасибо что смотрели ее я надеюсь вам понравилось не забывайте подписываться на канал ставить лайки оставлять комментарии звонить в колокольчик чтобы не пропускать новые ролики на канале также ознакомливайтесь по переходу на канал с другими роликами вот вам например в правом верхнем углу экране сейчас прохождение одного из проектов кого-кого-кого туда поставим кого мы туда поставим сэнтроу был а психи были а давайте чем я туда вставлю переходите потом будут знаки вопроса вот откройте и только тогда сможете узнать а с вами был бездельник всем безделья скоро увидимся пока вот и все неплохая получилась история интересная веселая порой немного грустная главное поучительное она научила нас быть смелыми и не бояться вызов которые готовят нам жизнь помогала нам добиваться поставленных целей несмотря ни на что и самое важное она научила нас по-настоящему наслаждаться и не сходить с пути следуя за своей мечтой но как это обычно бывает когда заканчивается одна история всегда начинается другая